Матчпоинт Привет всем! Программа Матчпоинт, посвящающая все основные события в российском международном настольном теннисе. Рады приветствовать своих зрителей. И сегодня мы хотели бы представить вашему вниманию новую рубрику «Архивы настольного тенниса». И начинаем мы с обзора игр и попытаемся вспомнить чемпионат Европы по настольному теннису в Бремене, Германия 2000 года. Как вы видите, здесь очень много знакомых лиц. И сегодня мы вспомним, на мой взгляд, одну из самых интересных, самых лучших встреч на этом чемпионате Европы. Владимир Самсонов, Максим Чмырёв. Я рад сегодня приветствовать в нашей студии мастера спорта международного класса Максима Витальевича Чмырёва. Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня Максим любезно согласился прокомментировать свою игру с Владимиром Самсоновым. Максим, ну хотелось бы вначале, вот мы видим сейчас кадры этого зала великолепного, полные трибуны. Максим, ну буквально несколько слов в качестве предыстории к этой игре. Что это был за чемпионат Европы? Да, Алексей, спасибо большое за приглашение. Очень приятно озвучивать историю, при этом ту историю, в которой я сам принимал участие. Предыстория этого матча была такова. Это был чемпионат Европы, на который выехала сборная России. И в полном составе попали туда такие, назову фамилии, там Андрианов, Смирнов, Палина Ирина, Пущ, Кулагина участвовали. То есть это мужскую и женскую сборную. Тогда принимал участие в сборной команде. Единственный раз выезжал за сборную и играл Сергей Тяпкин, был пятым игроком в команде. А тренером был Евгений Олеговичедель. Это мой тренер многолетний, до сих пор это мой личный тренер. Поэтому очень интересный чемпионат, большая предыстория. Можно рассказывать очень-очень долго. Это один из сильнейших чемпионатов, в которых я принимал участие. Но вы видели уже здесь кадры с участием Тима Боля, Вальднера, Корбеля, Жан-Мишель Сейф. Здесь Гатьен принимал участие. Здесь Карлсон, естественно, Торбен Возик. Ну, можно перечислять, перечислять имена, которые очень интересны. Предыстория следующая. Мы сыграли командный чемпионат Европы, в котором участвовали наши спортсмены. Мы заняли, по-моему, седьмое место в итоге нашей команды. Ну, у нас, как всегда, был ослабленный коллектив, потому что денег на поездки не хватало. Поэтому Мазуновы братья, по-моему, не участвовали, хоть и приехали, по-моему, один из них. Но в конце концов отказались участвовать, потому что там, ну, в силу ряда причин. В основном не спортивного характера, конечно же. А потом начались личные соревнования. В первом круге я обыграл... Ну, во-первых, я прошел квалификацию. А потом в первом круге обыграл, по-моему, бельгийца одного в очень сложной, здесь тяжелой борьбе. И Вову Самсонов, первой сеянной на чемпионате. По-моему, он был вторым номером мировой классификации. Моё место было, по-моему, 65-е на тот момент. И, конечно же, для всех зрителей, для всех, кто не знает предысторию, это был матч аутсайдера с явным-явным фаворитом. Ну, могу рассказать и предысторию. Вы, конечно, все уже знают, что мы с Владимиром очень долго дружились, еще с Советского Союза. Да, вот, кстати, как раз я хотел, Максим, спросить о том, что... Все знают, что очень много играли и в юношеском, и в детском возрасте. Ну, мы дружили с 7 лет, когда Вова только пришел на стольный теннис. Мы познакомились, по-моему, в Караганде на первом турнире. А потом, где-то с возраста 10 лет, когда Вове стало, мне на 5 лет больше было. Вот мы регулярно выезжали на сборы, вместе дружили. Вова приезжал в Москву, частенько заходил ко мне домой, родители моего знают. Потом мы, когда ему исполнилось 18 лет, ему дали возможность выехать за рубеж, сыграть за зарубежные клубы, мы встретились в Германии, договорились, что будем жить вместе в городе Дюссельдорф. Устроились в Боруссии и Дюссельдорф, там тренировались. Вова играл за эту команду и около трех лет вместе жили. То есть у нас большая предыстория вместе. Максим, вот хотелось бы узнать, вот мы сейчас все видим полнейший зал в Германии. Насколько, вот два слова буквально, скажи, пожалуйста, насколько в Германии популярен настольный теннис? Мы знаем, что это, по-моему, одна из самых таких стран, где настольный теннис занимает свое действительное положение. Хочу выразить огромную благодарность Германии. Я провел 9 лет, играя за клубы Германии, за разные клубы. И, конечно, потрясающая атмосфера. И вообще Германия относится ко всем видам спорта потрясающая игра. Любой спортсмен там окружен вниманием, добротой, поддержкой зрителей, поддержкой администрации. И там, конечно, приятно заниматься. Там созданы все условия. Максим, короткий вопрос такой. Насколько я понимаю, здесь еще 38 мяч, да, 38 мм? Да, конечно, конечно. Буквально два слова сейчас, уже сейчас начнем комментировать игру. Два слова буквально о том, насколько, каковы изменения, в чем они выразились при ходе с 38 мяча на 40 мяча, скорость, чувство. Ну, вы знаете, конечно же, все эти новые введения в настольном теннисе очень негативно вначале сказываются на спортсменах. Сначала очень неприятная была перестановка с 38 мм мяча на 40 мм, потому что по-другому мяч летит, другое качество мяча. Особенно, когда они новые, они не соответствуют качеству. Это через год, через два они уже подходят по качеству, начинают твердеть. А вначале были безобразные мячи, и все считали, что, конечно же, вовремя нечтение, потому что защитники сразу же имеют преимущество, потому что мячик невозможно селить. Ну что ж, Максим, спасибо. И сейчас мы уже, уважаемые зрители, переходим к этой игре, которая является как бы центральным моментом нашей сегодняшней передачи. Итак, мы сейчас наблюдаем за встречей Владимир Самсонов, Максим Шмарев. Ну и вот мы смотрим эту игру. Максим, а какова была мотивация твоя вот в этой встрече? Конечно же, огромная мотивация. Вова Самсонов, как я уже говорил, на тот момент находился на второй позиции в мировом табеле о рангах. То есть он был второй по значимости спортсмен в настольном теннисе на данный момент. Поэтому, естественно, выходя на игру, чувствуешь и огромную ответственность, понимаешь, что огромный груз ответственности на тебя давит человек, который гораздо сильнее по всем данным, которые ты знаешь. Ну, а в голове есть желание обыграть и, более того, весь предыдущий опыт показывал мне, что я могу его обыграть. Я могу маленькую предысторию рассказать, что шел на матч, я помню этот матч очень хорошо, потому что это один из лучших в моей карьере был, как я играл, как я показал результаты. Особенно при таких переполненных трибунах в Германии это было очень важно для меня. Я думал, кстати, что об этом матче никто и не помнит, потому что это начальная стадия чемпионата Европы, но для меня это был один из запоминающихся матчей. А для всего мира это, может быть, проходящая игра, как их были сотни. А оказалось, нет, мне через 15 лет швейцарец вдруг приносит эту запись, на которой я играю с Вову Самсоновым. И, конечно, для меня было откровение. Я думал, что никто не помнит, никто не видит и больше мы не встретим. Но вдруг он мне приносит и, конечно, для меня это было очень важно. Максим, ну вот еще хочу сказать, ну здесь, ну фантастически просто, ну невозможно представить, я хочу сказать, Максиму Шмыреву, играющего в средней зоне там или бегающем там у забора, как наши многие игроки, даже высокого уровня, как сказать, исполняет. Вот здесь, Максим, все у стола, все на каком-то фантастическом просто заряде. Значит, ну это как бы твое основное, я знаю, амплуа. Это моя игра, на тот момент, конечно, для большинства людей, может быть, это было и недоступно, и невозможно. Сейчас люди через 15 лет играют в такую игру практически, вот все, все, каждый удар настолько актуален, настолько силен, настолько на грани возможности реальности, что, ну, я вижу сейчас современность такой игры. А еще раз повторюсь, когда я начинал, когда мне 16, 15, 17 лет было, когда я играл вот в эту игру у стола, ну, меня даже в сборную юношескую не брали, потому что тренер говорил, а я не понимаю, во что ты играешь. Максим, вот на мой взгляд, это, я бы назвал эту вот игру твою, да, это ультра-атакующая манера, да, это, ну, на мой взгляд, это кратчайший путь к победе, но для этого же необходимо обладать каким-то определенным набором качеств, да, игровых. Что вот твоя точка зрения, чем необходимо обладать? Ну, смотрите, видите, практически каждое очко, вот сейчас я выиграл третью партию, перекрутка из у стола, из дальней зоны, когда Вова Самсонов играл на вылет, и я среагировал у стола. Вы знаете, я помню тот момент, когда в игре я начал пропагандировать именно вот такую игру. На тренировке у Евгения Олеговича Эдолика практически его стиль очень известен, он комбинированный, из средней зоны, из дальней зоны, из ближней зоны, все вот это сочетание. А я тогда увидел в детстве, по-моему, когда мне было 10 лет, увидел игру Эрика Линды, который тоже смахивал слева. Тогда он один из первых, кто вообще применил в игре перекрутку слева, то есть даже после он ее как таковую не использовал настолько регулярно, чтобы она стала постоянной. Он ее иногда использовал. И вот тогда, увидев ее, я сказал, все, я не буду отходить из стола. Видимо, на тот момент кто-то мне сказал, что это современно, модно, правильно. И я взял это на вооружение и стал не отходить из стола. Да, потом я много ошибался, у меня было много ребер, говорили, там шмыревщиной занимаешься слева, скручивали. Такой термин даже, оказывается, был. И им пользовались, и мне было это и смешно, и в то же время, может быть, это и достойно было. Да, было много ребер, но я играл в такую игру, которую, оказывается, люди помнили, видели, и которые хотят смотреть. А сейчас смотрю на эту игру с Вовой Самсоновым, у меня здесь нет ни ребер. Настолько я был в оптимальной форме, насколько я довел эту игру, ни одного ребра я здесь не вижу. Здесь очень четкое, мощное давление со стола. И я помню эту игру, когда Вова Самсонов подходит к своему тренеру Питкевичу, а я рядом стою со своим тренером Эдель, мне подсказывает. И Вова говорит, что делать, Александр Николаевич? Александр Николаевич ему говорит, ну, играй влево. Он говорит, так там оттуда бомба, ну, тогда играй вправо. Он говорит, а там еще хуже, я помню это. И действительно, то состояние, когда я шел на материнку. Я вот как раз хотел сказать, что здесь вот мы смотрим, а Володя просто выглядит, ну, на мой взгляд, подавленным. То есть он не видит пока что никаких возможностей. Вы очень хорошо знаете Владимира. То есть это его, вот эта расслабленность, его подавленность, это только фикция. Когда вы ему дадите хоть какой-то шанс, и пусть вы ведете 20-10 в последней партии, даете шанс, и больше этой фикции больше нет. Сразу взрывается, сразу забирает все очки, и не понимаешь, как очковый. Потом возврата не будет. Возврата больше нету, дается один шанс, и ты его пока гнешь, 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 гнешь. И если вдруг у тебя есть шанс его сломать, то надо мгновенно сломать. Потом больше этого шанса никогда не будет. Это я хорошо понимал, и поэтому такая мотивация, такая агрессия. Я вижу, что здесь, конечно, Вова не справляется. Но я знаю те болевые точки у Вовы, и до сих пор я их хорошо знаю. Он улучшает. Это, конечно, компьютер, с которым трудно бороться. Это что-то вроде матрицы, той же китайской матрицы, которая залечивает раны и быстро избавляется от своих неудачных или слабых мест в игре. Но на тот момент и сейчас я понимаю, что надо делать для того, чтобы с ним бороться. Я его далеко не выиграю сейчас, но попорчу нервы точно. Здесь мне все понятно. Я давлю с обеих сторон на более слабую сторону Вовы. Он защищается, разводит меня, но я вот монотонно гну свою линию. И видите, практически нет промежуточных ударов. У меня нету короток, нету срезок. Либо это сразу идет после этого перекрутка, перехват инициативы, захват и давление с двух сторон. Что очень тяжело для Владимира всегда было, когда на него с обеих сторон, и справа, и слева, и форхендом, и беккендом начинают перекрутку. Ну, это вот это потрясающее очко, когда я 19-17, и вот здесь трибуны, конечно же. Здесь уже матчбол, да. Тройной матчбол, да, Максим? Тройной матчбол, по-моему. Да, ну здесь, конечно, масса эмоций у меня, глядя на эти кадры. Я думал, больше я никогда этого не увижу. Думал ты здесь, как в этот момент, думал ты о победе еще или нет? Еще нет, еще нет, потому что я знаю Вову. Его пока не... Пожмешь ему руку, дальше, до тех пор надо бороться. И после этого у меня было несколько игр с Владимиром Самсоновым. Через год, через два, как раз потом я вел много, и Вова находил все способы переломить. И сразу по прямой. Здесь уже Володя был, конечно, подавлен просто. Да, ну это тот момент, который вот вошел для меня в историю. Я помню вот эти все кадры, вот этот... Подбежка трибун, которая была здесь. То есть, в принципе, трибуны были шокированы. Вова Самсонов, который был одним из главных фаворитов, и который обыграл более Вальнера, и здесь его обыграют на ранней стадии. Ну что ж, мы благодарим Максима Шмырева за столь интересный информативный комментарий. И, уважаемые наши зрители, до встречи, смотрите программу Матч Пуэль.